Добрый вечер, братья! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен перфекту в греческом языке. Как всегда, напоминаю, что данное видео вы имеете право просматривать только после того, как самостоятельно выполнили домашнее задание, потому что если вы, не поработав над текстом, не поломав голову, не помучившись, просто сразу услышите ответы на все свои вопросы, то усвоение материала будет гораздо меньше, гораздо менее эффективно. Поэтому, пожалуйста, сделайте максимум того, на что вы способны, и уже после этого смотрите данное видео, чтобы узнать, как можно было бы все это перевести, ну и, может быть, познакомиться еще с какими-нибудь нюансами греческого языка. Итак, приступим. С первого предложения. Я уверовал, что ты есть Хистос, Сын Божий. Интересующий нас глагол в данном предложении – это ПЕПИСТЕУКА. Очень правильный глагол. Удвоение совершенно стандартнейшее. ПЕСТЕУ – основа. И КА – образующее время перфекта. Уверовал. Перфект здесь употреблен по той причине, что подразумевается, что у когда-то произошел этот процесс поверования, и теперь говорящий обладает верой. ЭГО – эмфатическое употребление местоимения, потому что ПЕПИСТОЛКА и так уже обозначает «Я уверовал». Так что здесь нужно сделать ударение. Я уверовал. Кстати, СУ – тоже эмфатическое местоимение, потому что глагол ЭЛЬ опять-таки обозначает «Ты есть», поэтому «Ты есть». Так что «Я уверовал», подразумевается «И верил», что «Ты Христос, Сын Божий». Второе предложение. АПАНГЕЙЛОН АУТОИС ХОСА ХО КЮРИОСОЙ ПЕПОЭКЕ Возвести им все что. ХОСА у вас в словаре дано было значение, там стоит большое, стоит многочисленное, и как, и так далее, но это очень неудобное значение для использования в реальном переводе. Так для себя вы должны помнить, что ХОСА подчеркивает многочисленность. Но в реальном переводе все что очень неплохо передает необходимое нам значение. Возвести им все что. Господь тебе. И, наконец, у нас перфект, как уголопоэлла, тоже все достаточно хорошо видно. ПЕ, удвоение, ПОЕ, основа, эпсилон в эту передобразующей, удлинилось КЕ для третьего лица единственного числа, но тут бегло и на. Все что Господь тебе сделал. Ну, и сделанное оно, вот оно есть, и оно потом станет предметом этого возвещения, и поэтому перфект очень естественно в данном случае звучит. Третье предложение. Он не может грешить, потому что от Бога рожден. В данном случае у нас перфект от глагола ГЕНАУ, ГЕ, удвоение, ГЕНА, корень, ну ГЕНА, и АЛЬФ удлинилось в эту, и сразу же добавляется личное окончание в перфекте страдательного залога, никаких образующих времени нет. И перфект страдательного залога всегда очень легко переводить, просто переводим кратким страдательным причастием, прождем. Он не может грешить по тому, что от Бога рожден. И вот эта вот рожденность от Бога, она как раз и приводит к тому, что грешить невозможно. Немного сложный для истолкования тексту, значит, не может грешить. Понятно, что это не в абсолютном смысле, потому что какие-то грехи в жизни в христиане случаются. То есть, в третьей главе первого послания Иоанна, а в первой главе Иоанн настаивает на том, что нам нужно исповедовать грехи, и не нужно притворяться, что грехов нет в нашей жизни. Но все-таки отношение крестьянина к греху совсем не такое, как у человека невозрожденного. Ну, по крайней мере, не вдаваясь толкованием, мы это можем сказать. И вот эта вот рожденность, она произвела определенную перемену, о которой надо разобраться. Четвёртое предложение. Каго хеорока, кай мемортурика, хутихутус эстен, хо пьёстутыу. Каго ия. Хеорока – это перфект от Харал. Вот эта Ора достаточно хорошо видна, поэтому данный перфект не так сложно узнать. Ну, и вот Ках, образующая времени, и так всё нормально. Ну, здесь вот это хеорока, это в его рака когда-то было, и потом трансформировалось вот в такое превопадение в урк из-за языка. Так что и я увидел, и мемортурика, это перфект от Мортурика, опять же всё нормально, удвоение, Мортурика – основа, всё равно в это удлинилось, и образующая времени К. Я увидел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий. Ну, в данном случае указательное местоимение, может быть, чуть-чуть имеет такое ослабленное указательное значение, поэтому в каких-то случаях возможен перевод, что он, реально, есть он Сын Божий. Увидел и засвидетельствовал. Перфект, помимо всего прочего, подчеркивает завершённость, так что видение и свидетельство достаточно для утверждения, что он есть Сын Божий. Пятое предложение. Хэ пистис су, сэ сокэн сэ, кай эсотэ, хэ гэнэ, апотэс хорас эгэээс. Сэ сокэн сэ, сэ сокэн, это перфект от глагола содзо, у него корень сод, но дельта, корня постоянно теряется в разных временах. Вы, кстати, вот еще рорис от содзо, видите, опять сод только осталось, и нам к этому эффекту нужно привыкнуть. Но, с другой стороны, все остальное очень наглядно, сэ, удвоение, со, корень, и кэ, образующие перфекта. Вера твоя спасла тебя. И, так, теперь аорис страдательного залога тоже содзо, э, превращение, со, корень, и тэ, типичнейший суффикс для аориса страдательного залога. И, была спасена женщина с часа того. Шестое. Хо пистелон эйс аутон, у крынатай. Хо дэмэ пистелон эдэ кэкритай. Хо тэмэ пи пистелокэн эйсто онамату моногенос хрюстутэум. Верующий в него не судится. Ну, мы перевели судится, это глагол крына в настоящем времени в страдательном залоге. Крин основа, ну, и этай, среднестрадательное окончание. В данном случае страдательный смысл вполне хорошо подходит. Верующий в него не судится. В настоящее время. Не верующий же, или, ну, или а не верующий, вот это вот дэ, и частица мэ, вот отрицающая причастие верующей. А не верующий же, или уже, кэкритай. Это перфект от того же самого глагола криного. Видите, кэ удвоение, кри. А глагол криного периодически теряет ню и в олористе, и в перфекте. Соза у нас теряет дэ, криного теряет ню, но вот это кри все-таки остается, ее можно разглядеть и форму узнать. А кэ в двойне, кри основа, и сразу же присоединяется к страдательному залоге, вот это вот среднестрадательное окончание тай. Переводим к кратким страдательным причастиям. Осужден. Потому что не уверовал, еще один перфект, пер, пистэу, кэн, мы уже столкнулись с подобной формой, в имя единородного сына Божьего. Ну, кстати, вот слово моногенеус, да, единородный, оно так традиционно переводится, но, как кажется, не всегда хорошо понимается. Моно, да, один, ген, род. И отсюда вот это русское единородный. Но единородный – это именно от слова род, хотя многие почему-то воспринимают от слова рождение. Единородный – это как единственный в своем роде, уникальный. Поэтому вот этот нюанс в словах иногда полезно знать, то есть не вера. В единородном смысле уникального, особенного, исключительно, когда больше нет сына Божия. Ну, в конце концов, в библейском языке много кто называется сыновьями Божьими, но они сыновья Божьи совсем в другом смысле, не в таком, не в уникальном, как тот сын Божий, в которого необходимо уверовать. Ну, а в целом получается следующее. Верующий в него не судится, неверующий же уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного сына Божьего. Седьмое предложение. Тоис пасин гегона панта. Здесь вот этот пасин, панта, создает определенную сложность перевода. Ну, если пока пословно как-то по поводу перевести, дать ли на падежом всем. Теперь гегона – это перфект от глагола гиномай. Вообще, глагол гиномай, он в настоящем времени встречается в среднестрадательной форме, в других временах он встречается не в форме действительного залога. И перфект – это единственное время, где глагол гиномай имеет форму действительного залога. Но это никак не влияет в залоговые вариации на значение этого глагола. По-прежнему значение становиться, но в перфекте – стал. Это, кстати, второй перфект, видите, образующий времени А и К. Удвоение есть. Корень маленько изменился. Вместо генсталгон – О-Р, вариация в корне. Ну, может быть, это стоит запомнить. Так что всем я стал панта. Ну, всем, да. Панта – стал чем именно? Ну, всем. Видите, множественное число. И в данном случае по контексту лучше, наверное, средний род, как обобщающий использовать. И немного странно звучит. Всем я стал всем. Ну, можно поговорить, всем я стал всем. Ну, чуть-чуть получше, но тоже не так, чтобы здорово звучит. Но здесь мы можем вернуться к смыслу дательного падежа. Дательный падеж указывает, для кого, в чьих интересах было произведено действие. И поэтому ту же самую мысль мы можем передать с помощью предлога для всех. Я стал всем. И вот так уже звучит вполне прилично. Восьмое предложение. Это, ну вот, пока дальше. Указательное местоимение женского рода есть суд. Ну, почему? Это кризис в греческом языке слова женского рода, поэтому указательное местоимение тоже женского рода. Но в русском языке, конечно, женский род здесь совсем не уместен, он не звучит. К тому же и суд в русском языке не женского рода. Поэтому, чтобы лучше звучало, мы можем перевести «это». В русском обычно такое указание в среднем роде дается. «Это же есть суд». Ну, или там «в этом» состоит суд. Ну, пусть пока более-менее буквалистский будет. «Это же есть суд». «Что свет пришел». «Элэлутен» – это перфект от глагола «эхамай». Может быть, эту формулу трудновато вспомнить, но если вы помните, что для «эхамай» аорист – это «элтон», и вот это «оуты» вот здесь видите, то это будет неплохой подсказкой. А так, конечно, «элэлутен» формул стоит запомнить. «Свет пришел в мир». Ну, и, кстати, раз о приходе света в мир идет речь, что он пришел, да, и вот есть он в этом вид. То есть, какое-то есть последствие. Так, «свет пришел в мир» и «возлюбили». Это глагол «агапао» в аористе. «Э» в приращении альфа удлинилось в эту, а «эгампэ» еще раз альфа удлинилось в эту, перед образующей времени «са» – стандартное образующее времени для аориста. И «возлюбили» третье множественное «люди» больше тьму, чем свет. При слове «мало» очень часто ставится частица «э» в значении «чем», ну, при сравнении. «Возлюбили» более тьму, чем свет. «Ибо были их злые дела». Ну, я, по крайней мере, порядок слов пока сохранил. Вот это вот «ауто», кому дела принадлежали, вынесено на первое место. И за счет этого на него падает такое большее удаление. «Ибо их» – это были «их» злые дела. Ну, в целом, это же Иисус, что свет пришел в мир, и возлюбили люди больше тьму, чем свет, ибо были их злые дела. Ну, или, может быть, как-то чуть-чуть последнюю часть можете перечисать. Девятое предложение. Но я говорил вам, что и Илья пришел, уже обсуждали с вами эту форму только что, и сделали аорист от глагола «пой-эо» делать, перерасшение «пой-ээ», «сан», и сделали ему все, что хоса, опять же подчеркивает, там многочисленные сферабели, но все, что переводится неплохо. «Эталон». «Хотели». «Эталон» – это имперфект от глагола «тело». Почему у него вначале не «эпсилон», а «эталон»? Дело в том, что у него исторический корень «эталон». Но потом, в настоящем времени, это «эпсилон» выпало, и вместо «этэло» стало просто «тэло». Однако при образовании имперфекта она все еще сказывается, и не «эпсилон» добавляется, а «тэ», бывшая в корне «эпсилон» удлиняется. Вот эту особенность имперфекта данного глагола стоит запомнить. И сделали ему все, что хотели имперфект, как «геграптай». «Геграптай» – это перфект от глагола «графо» страдательного завода. «Ге» – удвоение. «Грап» – почему «грап», а не «графо»? Потому что перед глухой «тэ», «фэ» превращается в соответствующую глухую «пэ». Вот эта вот ассимиляция по глухости в данном случае происходит, и вместо «геграптай» – «геграптай». Ну и, кстати, согласитесь, «геграптай», «геграптай», «геграптай» лучше произносить. Ну, как страдательное из-за лог перфекта мы переводим к кратким страдательным причастием. Как написано, в данном случае предлог «эпи» проще всего перевести «ау». «Онё» – «эпи» вообще очень многозначный предлог, но в данном случае вот содержимое написанного выражает. Вообще, когда речь идет о цитировании и писании в Новом Завете, использование перфекта – самое частое явление, ну, перфекта от глухого «геграптай». То есть, когда-то это было написано, вот это у нас есть это написанное, и оно для нас актуально. Вот это вот наличие, актуальность перфекта очень хорошо подчеркивает. Десятое. Но я знаю вас. «Эгнука» – это «аорист» от «геноско», у которого корень «гно», «э» – превращение. Ой, прошу прощения, это не «аорист» от «геноско», это перфект «геноско», конечно. Я ошибся, не то сказал. Это у которого корень «гно», «э» – удвоение. Ну, если можно это назвать удвоением, видите, «гн» – это группа согласных, поэтому здесь не может быть удвоения, и вместо удвоения ставится «эпсил». Ну, в «аорист» это было бы очень похоже, но здесь у нас перфектный суффикс «к», по которому как раз и распознаем, что это перфект. Но «я узнал вас», или даже в каком можно перевести «я знаю вас», то есть «я узнал вас», и сейчас у меня это знание есть, поэтому некоторые переводят это даже как «я знаю». Ну, для учебного перевода я узнал, вполне подходит. Ну, я узнал вас, что «любви Бога», пока вас ставим так, «вы не имеете в себе». Ну, «эх» – это просто обычный глагол настоящего времени, «эхо». Вот «любви Бога» – «агапэнтунтэу». Родительный падеж в греческом языке указывает на то, что между словами есть такая некая смысловая связь. Любовь как-то связана с Богом. Из обычной логики мы можем сказать, что это любовь Бога к кому-то или кого-то к Богу, и, в общем-то, каждый раз, встретив словосочетание слова «любовь» и «бог», мы должны его толковать. Сразу скажу, что в Новом Завете словосочетание встречается очень часто, и в ряде случаев оно обозначает любовь к Богу, а в ряде случаев обозначает любовь Бога к кому-то. То есть это словосочетание всегда требует истолкования. Ну, не имейте в себе, а в себе вполне естественно иметь любовь к Богу, а не Бога к кому-то, поэтому здесь контекст достаточно однозначный, и под влиянием этого контекста нам стоит перевести любовь к Богу. Итак, но я узнал у вас, что любви к Богу вы не имеете в себе. «Я пришел во имя Отца Моего и не принимайте меня». Обычно в настоящее время, как было вам. Одиннадцатый. «Баптиз Теусумета, эн, то есть, худа те тез таласес, хупо ту пряну, ту апостолу, хути пипистыукамен тен алетен перетвису». Начинаются сочиненные предложения. А здесь у нас будущее время страдательного залога от глагола «баптиза». Видите, это Теусумета. Теус, образующее будущее во времени страдательного залога, и вот это вот окончание еще омета. Вот это вот монструозное окончание, конечно, помогает хорошо разглядеть эту форму. Баптид – основа, но дельта перед Те превращается в сигму. Так что мы будем крещены в водах моря, потому что значит слово «в водах моря» и Иоанном апостолом. Предлог хупо при страдательном залоге нормально, традиционно указывает, кто именно осуществляет действие. «Потому что мы уверовали». «Перфекто пистеу пе, пистеу каме». «Мы уверовали». По-русски «веруют обычно во что-то», поэтому для красоты можем добавить здесь предлог «в». «Мы уверовали в истину об Иисусе». Ну или «поверили истине об Иисусе». Наверное, так тоже можно сказать. Опять же, это сочиненное предложение, но даже не в сочиненных предложениях, а в верах часто в Новом Завете описывается с помощью перфекта. Двенадцатое предложение, еще одно сочиненное. Итак, языки уст. «Перфект наших засвидетельствовали». Эффект от глагола «мартурео» засвидетельствовали о Господе небес, «потому что нас он спас» «перфект от со-зо». Видите, «со» мы уже с вами обсуждали, «де» пропадает, «двоение», «со» и «образующее временника», «потому что нас он спас от грехов наших кровью сына своего». А «де» с родительным падежом достаточно часто переводится «творительным». Он обозначает некое посредничество, средство и так далее. Итак, языки уст наших засвидетельствовали о Господе небес, «потому что нас он спас от грехов наших кровью сына своего». Ну, почему здесь «спас», да, «спасовные», «спасенные», почему здесь «перфект», ну, наверное, просто в учебных целях. Тринадцатое предложение. «Кай эйпен Исраэл прос Иосиф». «Апутанумай апо тунун эпэй хэвракато просопонсу этигарсу зэс». «И сказал Израиль Иосифу». «Апутанумай» – это от глагола «апутнеско» – «будущее время». «Тан» – корень у этого глагола. «С-к» – суффикс добавляется в настоящем времени, в других временах его нет. Так как здесь «ню», то есть это сонорный глагол, то сигма здесь вставлена в будущем времени быть не может. А «эпсилон», который вставляется в будущем времени, вспомните, сонорный глагол будущего времени, сливается с «помикром» и дает гифтонкул. Так что здесь «будущее время» мы с вами видим там среднюю форму, но многие глаголы, которые в настоящем времени встречаются в действительном зоологе, в будущем встречаются в среднем зоологе. Вот этот вот сдвиг в словно среднего зоолога в будущем времени очень типичный в греческом языке. Можно перевести просто вот как обычный глагол. «Я умру отныне, потому что хеораком». «Я увидел» – это перфект от глагола «хорао». Мы, по-моему, даже сегодня уже обсуждали, видите, «ора» видна, и она поможет вам распознать эту форму. Дальше «к» и так далее. «Помо что я увидел лицо твое, ибо еще ты дзес». Можно перевести «живешь». «Ибо еще ты жив», наверное, имеется в виду, но «еще ты живешь». Пока давайте до слова буквально переведем. Вот эта форма вас может наверняка смутить. Вы заучивали это слово как «дзао». Понятно, что это альфа-слитный глагол должен был быть. Во втором лице к «дзао» добавляется окончание «эйс». Но вот результат слияния был бы скорее, если бы мы ожидали скорее «зас» с подписной «йотой», а у нас здесь «дзес». В чем здесь дело? На самом деле глагол «дзао» также в греческом языке встречался и в форме «дзэо». Есть «зао», «дзэо», то есть форма «дзэо» у этого глагола тоже была. И вот как раз из-за влияния вот этой формы «дзэо» некоторые формы образуются вот таким вот образом. Ну, тут, наверное, это просто как запомнить стоит. Ну, или даже если не запомнить, просто вот «дз», «зао» все равно здесь чувствуется. Поэтому что за глагол велика вероятность догадаться. А если вот так продумали, что там было бы при слиянии и вдруг удивились, то знайте, что была такая вот вариация в греческом языке «дзао», «дзэо» и отсюда вот эта вот неприятность. Ну, в целом, получается, и сказал Израиле Иосифу, «Я умру отныне», «потому что я увидел лицо твое, ибо ты еще жив». Ну, или ты еще живешь, да, ты еще жив. Это так уже более литературно, да, «я умру отныне». Тут тоже, может быть, какую-то литературную обработку требует, но для учебного перевода достаточно. Четырнадцатая. «Ти эра прос аутус». Довольно длинное предложение, целая история. «И сказал Моисей Богу». «К Богу» – ну, можно просто «богу» просто, вот «к», но сказал в русском языке просто, сказал кому-то. «И сказал Моисей Богу». «И сказал Моисей Богу» – это будущее время от глагола «эхомай». Это глагол с несколькими корнями, поэтому вот нужно разные формы у этого глагола заучивать. У него «элэут», и по меру моего корня будет «эх», есть корень «элэут», и потом в разных временах это «улт» мы будем встречать. Вот здесь даже вот какого «т» нет, просто «лэу» осталось от корня. Да, точнее, «элэу», точнее, осталось от корня. Ну, так ли вы запомните или просто, может быть, запомните, как «эхомай», «элэуусомай», «элтон» и так далее. Ну, ваш выбор, главное, чтобы вы научились это слово узнавать. Вот я приду к сынам Израиля и скажу им. Еще один глагол с несколькими корнями «лэго эро». «эро» – это будущее время от глагола «лэго», опять-таки, его нужно заучить. И скажу им. «Бог отцов ваших послал меня». Послал, давайте внимательно посмотрим, это как раз «перфект», «ап» приставка, «э», ну, такое типа удвоение, видите, «ст» – группа согласных, поэтому «сигма» удвоиться не смогла, и вместо этого добавилось «эпсилон», «стал» – корень «стэлл» в настоящем времени, а тут вот «лябда» одна в других временах, и «аэ» – какая-то вариация гласная немного в корне, «сталл» – хорошо видно, так что проблемы никакой. И «ке» для третьего лица единственного числа, образующая «перфекта» – «послал меня к вам». Ну, почему «послал» – «перфект», ну, послал, и вот я, типа, перед вами устаю результат. «Эротэ сусин» – «эротэ сусин» – «эротэ сусин» – это будущее время от глагола «эротау», «эрот», ну, «альфа» перед образующей временем удлинилась в «эрот», «сигма» – образующая будущего времени, поэтому вот третье множественное, «эротау» спрашивает, «они спросят меня» – «ки оному оту?» Да, вот, «какое имя ему?» – «как имя ему?» – наверное, можно сказать, «ки» – это такое вопросительное местоимение, там, «что имя ему?» – «как имя ему?» «Ки эропрос алтус?» – «что я скажу?» – видите, еще один раз «эро» – «эротэ сусин» – «эротэ сусин»?» Ну, и давайте в целом почитаем, так мы фрагментами. «И сказал Моисей Богова. «Вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они спросят меня, как имя ему?» «Что я скажу им?» Пятнадцатый. «И сказал Господь Моисей, и это тебе слово, которое ты сказал, я сделаю». «Эрикас», опять же, нам нужно запомнить, видимо, отдельно эту форму, потому что это перфект от глагола «лэго». Ну, если вы помните, вот будущее время с глагола «лэго» – «эр», да, вы видите, вот тут тоже «эр» какое-то видно, это может как-то немного помочь в данном случае. Ну, может быть, не поможет, может быть, просто стоит заучить, в общем, смотрите, вот сами, скорее всего, все равно придется заучивать, потому что сильно не похожа на вся форма, которое ты сказал, поэрикасу «я сделаю». Будущее время – это поэр, поэр, сигма будущего времени – и ого. «Ибо хэррэкас» – это перфект от хэрриску, ну, хэррэк – корень, иск добавляется в настоящем времени, хэрр обычно не удлиняется, это особенность именно данного дифтонга. Ну, и «кар», вот видите, образующего времени перфекта. Итак, «Ибо хэррэкас» – ты нашел харин, ну, благодать, благоволение, наверное, можно сказать, предо мной, и я знаю. Ну, это, конечно, это перфект, второй перфект, видите, окончание. А, ну, это всегда перфект, и мы к этому привыкли. «Я знаю тебя». И теперь немного, может быть, странная для нас фраза «парапатас». Вот так, с знакомыми нам значениями предлога «пара» это перевести довольно сложно, но если вы посмотрите словах, то узнаете, что для пара с винильным падежом еще и возможно значение «более чем». «И я знаю тебя более чем всех», «больше всех». Ну, и в целом у нас получается. «И сказал Господь Моисею, и это тебе слово, которое ты сказал, я сделаю, ибо ты нашел благодать предо мною, и я знаю тебя больше всех». Ну, вот это вот, конечно, порядок слов здесь сложноватый, даже чересчур с точки зрения русского языка, и, может быть, вот, если из литературных соображений можно чуть поправить, но в целом все равно понятно, о чем идет речь. Шестнадцатое предложение. «Та рэмота ха эго лэуалэка хмин пневмоэстин кай дзуэрэстин». Слова рэмота, которые я сказал. А это в перфектах глагола лэу, видите, лэ удвоение, ла лэ основа, и ка образующие время слова, которые я сказал вам, дух есть и жизнь есть. Да, ну вот, сказал, но на этом все не закончилось, почему перфект подчеркивает нынешнюю значимость, которая потом дальше, видите, отшифровывается, дух есть и жизнь есть. Ну, где так, чуть литературно есть дух и жизнь. Семнадцатое. «Кай хэмээс пэ пистэру камэн, кай эгно камэн, хо тисуэй хо ага хагэру стутэу». «И мы уверовали, пэхэ пистэру, видите, пэрдвоение пистэру камэн, и эгно камэн, и узнали, познали, перфект от геноскоп, у него корень гно, э, потому что здесь группа согласных, и не удвоение, а просто э добавляется, ка суффикс, поэтому мы понимаем, что это перфект, перфект от геноскопа, уверовали и познали, что ты есть святой божий. Ну, и вот это уверовали и познали, да, вот пришла вера, и она есть, пришло знание, и оно есть. Ну, уверовали и познали, это нормальный перевод. У нас, кстати, обратите внимание, не элфатическое, и так понятно из форм глагола, что это мы, но здесь оно так более подчеркнуто. И мы уверовали и познали, что ты святый, святой божий. 18. Амен, амен, лего, сой, хо, тихо, ойдамен, лауламен, кайхо, хеуракрамен, мартурумен, кайтен, мартурия, хэмаон, у ламбанетен. 18. Истинно, истинно, говорю тебе, что то, что мы знаем, мы говорим. Ой, да, конечно, всегда перфектно, знаем, нормальный перевод, но лауэлу, да, вот здесь просто обычно в настоящем времени. И то, что мы увидели, свидетельствуем, увидели, это перфектный глагол хауау. Хэл, ора, камен, ора, да, мы уже обращали внимание на это слово, на эту форму. То, что мы увидели, свидетельствуем. И здесь вот хорошо, очень перфектно сочетается с настоящим временем, это часто встречающееся сочетание. Мы увидели, вот на основании первовиденного есть наше нынешнее свидетельство. И свидетельство наше вы не принимаете. 19. Хюмейс апеставкате прос Иоанен, кай ми мартурэкен тэн элэтея, эгодэ у пара антропу тэн мартурэян ламбаном. 19. Вы послали к Иоанну. Послали это перфект от глагола апостелло. 19. Вы уже сегодня даже обсуждали это форму, видите, стелллут превратилась в корень стал, из-за группы согласных здесь эпсилл, а не удвоение, поэтому а, э, стал, ка, т. Вы послали к Иоанну. Ну и почему здесь перфект? Потому что уже не то, что там когда-то послали к Иоанну важно, а обсуждаются вот эти результаты послания делегации к Иоанну. Вы послали к Иоанну, и он засвидетельствовал, тоже перфект ме, мартурэкен, об истине, ну как в отношении истины. А дательный падеж, когда он употребляется с удушевленными существительными, обычно указывает, для кого сделано то или иное действие. Какого-то такого соучастника, одного из соучастников выгодополучателя действия. А когда дательный падеж употребляется с неодушевленными существительными, зачастую он указывает, ну, в связи с чем сделано действие. Ну и русский перевод, ну тут по-разному можно подбирать, здесь лучше добавить, например, под руку. Иоанн засвидетельствовал об истине. И я же, эмфатическое глагол, не от человека свидетельства принимаю. Ну, обычно гламбан, настоящего времени глагол. Но, это говорю, таута, множественное число, то есть эти вещи, которые сказаны, говорю, но по-русски для обобщения, не род, единственное число, лучше всего подходит. Но это говорю, чтобы вы были спасены. И есть двадцатое предложение. То ты легей ауто хо Иисус, хопага сатана, геграбтайга, кюреутон теон су вос кунесаис. Тогда говорит ему Иисус. Атайги сатана. Ибо написано. Написано. Это перфект страдательного залога. Глакология грабтайге. Граб в п превратилась. Ну, оглушилась тай. Ну, мы переводим, опять же, страдательный залог. Крактим страдательным причастием. Ибо написано. Господу, Богу твоему. Проскун не сейс. Формально это будущее время. Проскун не о. В будущем времени здесь сигма. Но помните, что особенно при цитировании Ветхого Завета, особенно в контексте заповедей, глаголы будущего времени могут обозначать повеление. Поэтому это скорее не Господу Богу твоему ты будешь поклоняться, а Господу Богу твоему поклоняйся, как повеление. Написано, да, и актуально. Господу Богу твоему поклоняйся. Ну, что ж, мы с вами посмотрели целый ряд предложений с перфектами. И, как видите, обычно перфекты узнавать совсем не сложно. Удвоение, суффиксы и так далее помогают перфекты хорошо рассмотреть. Ну, и если какие-то все-таки сложности есть, если какие-то вы формы не узнали, значит, знайте, что вам нужно доучивать. Спасибо за внимание. Благословений. 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 Продолжение следует...